Миллион триста тысяч гривен. Именно столько, по версии следствия, необходимо для того, чтобы вмешаться в избирательный процесс. Правоохранители обнаружили черную кассу в одном из отделений Приватбанка области. Деньги якобы предназначались для незаконной выплаты членам избирательных комиссий и наблюдателям. Оплата членов выборчих комиссий действуется выключено из государственного бюджета Украины. Оплата с будь-яких інших джерел заборонена. И это логично, потому что не может особо залишаться объективно в своем выборе. Кроме того, от работы членов выборчих комиссий фактически зависит результат подрахунку. Главным фигурантом в деле стал замглавы избирательного штаба одного из кандидатов в президенты. Мужчина распределял суммы на подкуп агитаторов, наблюдателей и членов избирательных участков. Найденные прокуратуры деньги были расфасованы по пакетам и должны были отправиться в Балтский, Подольский, Окнянский, Кадымский и Савранский районы. Мы выполнили голова на большую три, на среднюю две с половиной, и на маленькой две с половиной две с половиной две тысячи пятьдесят пятьдесят, по-моему. Молодец, я думаю, это нормально. Да, и члены получаются по муфе две тысячи пятьдесят пятьдесят и полторы. Это прекрасно нормально, тут молодец. Ну, куда это пошло? Тогда, а нагреватели? Штуканцы. Также были представлены аудиозаписи, на которых подозреваемые оговаривают уничтожение доказательств и договариваются о том, как будут отвечать на вопросы. Тем не менее, ни один из подозреваемых до сих пор не задержан. По словам прокуратуры, информация о подкупе занесена в реестр досудебных расследований, однако больше никаких действий правоохранительные органы не предпринимали. Мы проводим деятельность с выявлением порушений выборчого законодательства. Мы не ставим на мете обовязкового затримания или сбой деятельности певных политических сил. Задокументованы факти незаконной деятельности. И обовязково по ним будут приняты законные и справедливые решения. Так называемая черная касса была найдена в помещении одного из отделений приватбанка в Подольске. Во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, записи с распределением денег и схему контроля голосования. Теперь подозреваемым в участии в этой схеме может грозить до 7 лет лишения свободы.